Михаил пришел в этот мир, в городе Любатин, 21 мая 1985 года. Стал первым сыном в семье Гнеденко, Ивана и Ольги. Там прошло его детство, и там он закончил школу в 2002 году. После школы закончил техникум. В 2009 году закончил Киевский христианский университет. С Богом семья познакомилась, когда Мише было около 10 лет. Увидев на улице выездную христианскую библиотеку, он заинтересовался книгами. Но для того, чтобы взять что-то почитать с собой, нужно было предоставить данные паспорта. Мише очень хотелось взять эту книгу, и поэтому он пошел домой, чтобы попросить паспорт у мамы. Мама тоже заинтересовалась. И вместе с сыном они взяли в библиотеке книгу. Читал ее дома не только Миша, но и все родные. Впоследствии вся семья обратилась к Богу. В 15 лет Миша заключил завет с Богом, посвятив свою юность Христу. Горя первой любовью к Богу, он всем сердцем ему служил. С сердцем ему служить и трудиться. Везде, где видел необходимость. Много сил он посвятил работе с молодежью в церкви. Любил он и то служение, через которое сам когда-то познакомился с Иисусом, христианскую библиотеку. В 2011 году в жизнь Миши пришло новое удивительное чувство – любовь. И вскоре он создал семью с прекрасной девушкой Алиной. Такой же искренней христианкой, как и он сам. В счастливом браке Бог подарил им пятерых чудесных деток. Спустя два года счастье семейной жизни было омрачено известием о тяжелой болезни Михаила. Но, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Миша продолжал гореть служением Богу. Не жалея себя, он однажды принял участие в сложных и рискованных миссионерских поездках на крайний север, где нес свет Евангелия коренным народам. В поместной Каратычанской церкви в 2018 году Михаил был рукоположен на благовестника. В служении он посвятил себя полностью, без отстатка. Каждая суббота была посвящена выездной библиотеке, благодаря которой люди могли познакомиться с христианской литературой и узнать о Боге. Миша активно участвовал в служении проповеди в церкви. Трудился везде, где видел нужду, а ее всегда было много. Последние годы жизни силы стали покидать Мишу, и он уже не мог посещать дом молитвы. Но сердце его было наполнено любовью к Господу, несмотря ни на что. Родные свидетельствуют, что никогда у него не было обиды или ропота на Бога. Теплым весенним днем 23 апреля 2024 года Миша покинул этот мир, уйдя к Господу, которого он так любил и которому служил всю жизнь. В сердцах всех, кто его знал, Михаил оставил добрый след. Любви, кротости, долготерпение, смирение перед Богом. Да благословит нас Бог, встретиться с Ним, дорогим братом, мужем, отцом, сыном и другом на небесах. Слава и славе нашего Господа. Аминь. Слава и славе нашего Господа. 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 Слава и славе нашего Господа.